ГОМЕЛЬ 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 Урочистый митинг для помника милиционеру произошел сегодня у Гомеля. Тут собрались авартовники парадку, представники сумежных подразделений и ветераны милиции. У адрес супрацовников правоохранных органов прохудшало немало слов подяки за службу и веншование с профессийным святом. Я пожелал бы ветеранам добра и полного здравия, а молодым сотрудникам в добрый путь. Хочу, конечно, поздравить всех своих коллег с этим знаменательным днем, днем белорусской милиции, пожелать им счастья, удачи, карьерного роста. На приконце митингу присутные ушановали память загинувших при выполнении службового обовязку милиционеров и усклали к ветке до помника. Подведение выника у работы за минулый год, сельдние задачи, изменения в законе об медиации и ознагороджение лепших. У Гомеля отбылась конференция областной коллегии адвокатов. Удел уйой так само приняли представники республиканской коллегии и Министерство юстиции. У составе областной коллегии адвокатов 25 юридичных консультаций, у которых працует амаль 200 специалистов. За минулый год ими выканано около 40 тысяч доручений. Это вусные консультации, складание документов, представительство по криминальных, администрационных и гражданских справах. При этом каждое третье доручение выканано на бесплатной основе для клиента за сроки коллегии альбо бюджета. Летость так само протягнулася освоение такого направка деятельности, как медиация. На территории региона зараз працуют 50 медиаторов. Их задача – мирное урегуливание спричных пытаний, чтобы справа не доходила до судового разбирательства. Зменения в законе об медиации так само на парадку дня конференции. Закон в этом году претерпит определенные изменения, он достаточно, но само направление деятельности уже в какой-то степени востребовано. И, исходя из тех корректировок, которые по закону будут сделаны, я думаю, еще больше импульс, больше ускорения будут приданы. Лепшие супрацовники областной коллегии адвокатов узнагороживаются нагрудными знаками и гоноровыми грамотами администерства юстиции и республиканской коллегии. В целом, по мнению министерства юстиции, как лицензирующего органа, с задачами, которые перед ними постояло общество, они справились. Но это не дает повода для самоуспокоения. Адвокат должен постоянно совершенствоваться. Сегодня клиент требовательный и он требует от адвоката полной отдачи при защите его интересов, прав и законных интересов. С первых осыковика в Беларуси изменился парадок на лишение оплаты за коррестание некоторыми видами коммунальных послуг. Новые правила не распосудживаются на жилые помешкания, которые сдаются у наем посуточно, а также используются для ведения предпринимательской деятельности. А про то, по раннейшей методике, придется платить за газозабеспечение. Как ждет, новые правила позволят спростить подходы до налишения оплаты за жилево-коммунальные послуги. И они будут распосудживаться так само на жилецов, которые не являются родными владельник-акватеры. По нормам по электроснабжению, по водопотреблению, остаются только нормы потребления, дифференцированные по газу. И основная вторая норма – это исключение, независимо от того, кто прописан в жилом помещении. Либо это член семьи, либо это близкий родственник, либо по договорам найма, соответственно, кто-то зарегистрирован. Главное условие – это должна быть регистрация. Таким, соответственно, потребителям будет начисляться по субсидированным тарифам, исключающим вопрос начисления по полному возмещению. Три перемоги и ни одного поражения. У Гомельским технопарку завершился хакатон. На его собрались программисты, дизайнеры, маркетологи, эксперты и менторы. Удельники до опошнего имгнения удоскональовали свои проекты. А журы у гаражных дискуссиях вызначала переможцев. С хронологией трехденных интеллектуальных баталей Марина Джалая. Усяго два три дня на подрихтовку, и Гомельский технопарк отшинял свои двери для тех, чьи идеи могут передвориться у супер-стартапы. И для тех, кто шукает одна думца, указать разом, где працовать проект и предъявить его свету. На початковом этапе – компетентному и уникливому жюри. Кардиограф – интерактивная ферма 3D-карта Гомеля. У технопарк на хакатон приехали люди с мега-идеями. Кожный проект – это великий крок в будущем. Первая суразмовца – Вера Парфенова. Ея команда для удела в хакатоне литерально на ходу придумала проект 3D-карта Гомеля. Почали за одной в улице. У кончатковом варианте любой человек виртуально сможет подорожничать по городу и знакомиться с историей кожного будинка. До речи, по вынекам хакатона у проекта – третье место. Я считаю, что это отличная возможность для людей, которые действительно очень увлечены своим делом, проявить себя, показать что-то новое и принести что-то хорошее для нашего города. Хакатон склался с работой моль полутора десятков команд, причем не которые сформировались а тут же, а подчас форуму. Средоудельников можно было убачить как школьников и студентов, так и вопытных предпринимательников и выноходников, ики демонстровали свои новые идеи. Алексей Зайцев разом с командой на хакатоне допрацовывал проект «Хутор Меобиуса», в котором излучил сельскую господарку и IT-технологии. В основу легло то, чтобы создать ферму, направленную на автоматизацию, оптимизацию работы фермерского хозяйства. То есть такое вот сочетание сферы IT и сельского хозяйства, для того, чтобы привлечь молодых специалистов из сферы IT, популяризовать сельское хозяйство и развить продвижение информационной индустрии, в Республике Беларусь, в области сельского хозяйства. Станислав Пикуза оборонял проект на кированы на профориентацию молоде. Юнак ведая, что при вызначении будущей профессии легко разгубиться и сделать помылковый выбор. Его программа допоможет доведаться литерально об каждой профессии Беларуси. Зараз задача команды не только допрацовать проект, а и подумать над тем, как его продавать. Мы тут столкнулись с тем, что проект начали критиковать в плане бизнеса. Ну, то есть тут по факту именно как там привлечь инвесторов, на чем можно заработать. И на самом деле это очень интересный опыт, потому что, ну, как бы мы думаем на том, как создать продукт, но на том, как его, допустим, продвинуть, мы еще особо не задумывались. И на самом деле эти лекции достаточно информативны, тем более, что от таких представителей. Майстер-классы допомогли скорректировать свои проекты многим удельникам. Как заработать интересные инновационные проекты ведут многие, а как на им заработать – одинки. Это складанный невелимый худкий шлях. На Хакатоне можно было отримать такую информацию, и шматшему научиться бесплатно. Например, на майстер-классах у представников Ассоциации бизнеса «Анелла» в Беларуси. Есть большое количество ребят на сегодняшний день, у которых есть какие-то идеи, которые их разрабатывают, которые там планируют какое-то развитие, но куда идти и каким образом это выглядит, они представления не имеют. Этого они где у нас не учат. Если учат, то за деньги. А у нас это все бесплатно. У финала с 12 команд прошли 10. Дорожьи некоторые проекты были по замежам и конкурсу. Бояны уже готовы до продажи, и с ними складано конкурировать. Например, на Гомельском приватном предприятии распроцвали кардиограф. Худко начнется выпуск этой медицинской техники. Это проект для первоначального скрининга сердца, сердечного ритма, нарушений ритма, последующей аналитики и предварительной диагностики. То есть это носимая электроника, это девайс, который вы носите постоянно, можете носить автономно достаточно долго. В дальнейшем, в общем-то, алгоритмически мы говорим о том, что у меня, пускай, есть какие-то проблемы с сердцем. Вы берете эту информацию, идете к врачу. У выника трогденного мозгового штурма, наполненного скрупулезной работой, мастер-классами, дебатами, пересенсованием своих идей, журы вызначила переможцев. Третье место, как было огучено выше, у проекта 3D-карты Гомеля. Другое у распроцовщиков, додатку «Мой годованец», под керавницей Дмитрия Галецкого. Перемога у автора «Бота» по правилам дорожного руху для социальной сетки Ивана Копейкина. На протяжении трех дней работы, участия в Хакатоне, наши команды менялись. Менялись проекты, они дорабатывались и с учетом тех замечаний, которые им высказывали наши эксперты, менторы. И это очень здорово, что ребята, ну, очень так восприимчиво вообще подходили к оценке их деятельности. Ведь не секрет, что всегда тот, кто сгенерировал идею, он считает ее самой лучшей, самой правильной, в перспективе успешной. И иногда вот этот критичный взгляд на свой проект, на свою идею, он вообще, наверное, необходим для того, чтобы из идеи родился что-то более успешное, какая-то модель. До конца года в Технопарку пройдет еще не один форум, метап, семинар. Алим это не повеличение колькости встреч. Идея тем, как створить в Технопарку атмосферу, где будут нарожаться новые идеи и створаться циковые проекты. Марина Джалая, Вероника Гамзюкова, Валерия Гапанько, Игорь Марышенко, Тель Радио Компания Гомель. У районах Гомельской области полностью готовы до махшимой весновой поводки. У приватности вызначены места проживания людей, которые могут быть отселены. Створены запасы леков и предметов первой необходимости. У полной готовности сегодня находятся и подразделения Министерства по надзвучайных ситуациях. И они ведут постоянный мониторных на реках в области. Согласно с оперативной информацией, сейчас на водоемах региона у основном заховывается стабильное становище. Узровень воды ниже за минулогодние, причем на некоторых реках означается спад. Вода на реке Припять поднимается, будем говорить, по 5-6 сантиметров. Основной подъем наблюдается возле населенного пункта Туров, но до выхода на пойму у нас еще, по-моему, остается 54 сантиметра. Поэтому ничего критичного на сегодняшний момент нет. Подразделения МЧС в целом готовы для ликвидации, не дай бог, если будет резкий подъем воды. Везде созданы группы спасения на водах во всех подразделениях, укомплектованы полностью оборудованием, инвентарем для спасения, оказания помощи людям. В целом проблем нету и ситуация находится под контролем. Макияж, прическа, маникюр. И у всех это в перепынках у працы. На передней 8-го соковика для работниц молочно-товарной фирмы господарки Насовича Добрыжского района организовали выездный салон при Гожосте. За святочным перетворением назирала Ганна Корольчук. При Гожосте працы идут побачь. Вырешили активистки Белорусского союза Жанчин и придумали отмысловую акцию для сельских працевниц. Одразу после ранней дойки 20 жиловодов фермы ввез с Антоновка запросили в Дом культуры. Там их сустрела команда парикмахеров, визажистов и майстро по маникюр из областного центра. За несколько дней они придумали и створили новые образы для каждой Жанчины. Героини незвычайного бьюти-проекта с цикавостью разглядали себе в люстерку, робили фотографии и говорили одна-одной комплименты. Нравится все так. Знаете, стилисты поработали. Очень интересно. Во-первых, это же редко бывает, когда мы выбираемся куда-нибудь. Очень редко куда-то. В основном, ты только работаешь и работаешь. Очень непривычно. Во-первых, я же практически никогда и не красишься. Это когда только уже выйдешь куда-то, глаза накрасишь и все, ресницы. Никогда не красили, не делали, но сами красились. Но перед первым сентябром муж и дети, и мама увидит. Очень красиво. Преобразилась, помолодела. Хорошая мастера, хорошая здоровая. Да, мне очень понравилось. Конечно, хотелось бы, чтобы постоянно это было, на каждые праздники. Завершил образ легкий водор французских духов. В таком выгляде хоть на баль, однако, после обеда их чекает праца. Женщины жартуют, что в вечере дома их не познают мужи и дети. Для тех, кто работает в офисах, выглядеть с иголочки – это штатенность. А те, кто работает с живелыми, прическу делают только по святам. Некоторые женщины на эту першню сделали маникюр у мастера и увидели свой тварь с вечерним макияжем. Нечеканное свято стало для их сопрадным сюрпризом. Проект Белорусского союза женщин поддерживал и профессиональный союз работников агропромислового комплекса. Прибранных и пригожих работниц запросили на святочный концерт. Со сцены они отримали первые веншавания и подарки до международного женочного дня. Среди, кроме других, наборы косметики. Труд на селе вообще тяжелый, преимущественно женский. Мы хотим подарить им радость, счастье и отдать дань уважения этим людям, у которых такой тяжелый труд, которые встают там ни свет ни заря и ложатся поздно, а дома еще свое хозяйство. Хотим поддержать женщин. Мы приготовили им подарки. Ну и, конечно же, какой можно подарок сделать женщинам? Это в первую очередь косметика и в первую очередь это крем для рук, потому что руки у них натруженные. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» с Добрыжского района. Сегодня у православных распочался масленичный тыдень. Его так само называют «сырной седмицей». Кожный день имеет свою назву, традиции и правила. Но на протяжении всех принято ходить в гости, веселиться и пять шиблины. Кульминацией тыдня появляется дарованная неделя, когда принятого всех просить про бочение. А последний день завершают проводенными зимы. У Гомеля широкую масленицу будут святковать 9-го соковика. Для народных гуляння урыхтуются пляцовки во всех районах города. Початок календарной весны в этом году выдался теплым. До конца этого святочного тыдня слубки термометров поднимутся до плюс 14. Однако в ближайшие дни не варто забывать про парасон, мягчимые дожжи. За мощного ветра объявлены оранжевые узровые небезпеки. У день 5-го соковика и у ночи 6-го соковика на большей часы территории в области чекается узмацнение поуднево-заходного ветру порывами до 15-20 метров за секунду. До сирады крыху похолодает. У ночи прогнозуется до минус 2, у день до трех тепла. А на выходных у регион пройдет соправдная весна. По ветру прогреется до плюс 10 и выше. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи. Водолазы Гомельской областной организации «Освод», в частности Лоевской спасательной станции, приступили к поисковым работам в акватории реки Днепр. В настоящее время готовятся к спуску и изучению соответствующей обстановки. После этого будут приниматься меры по ликвидации последствий этого происшествия. При первом погружении тело мужчины было обнаружено в кабине трактора. Труп доставлен в морг. Судебным медикам предстоит определить точную причину смерти и выяснить, употреблял ли мужчина спиртные напитки. Районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Два человека получили травмы различной степени тяжести, попав в ДТП на минувших выходных. В Речице 47-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», на перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Хюнде Акцент», водитель которого двигался по главной дороге. В результате находившаяся в корейском автомобиле 51-летняя женщина получила телесные повреждения была доставлена в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпущена домой. Днем ранее в Светлогорском районе на автодороге Бобруйск-Мозырь-Граница Украины пострадал 23-летний водитель. Водитель на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего съехал в Кювет, где опрокинулся. Был доставлен в больницу. Примечательно, что молодой человек ранее был лишен права управления всеми видами транспортных средств сроком на три года. В Ельском районе на пожаре погиб человек. Сообщение поступило в субботу днем. В деревне Жуки в горящем доме на полу в коридоре звено газодымозащитной службы обнаружило труп хозяина. Пожар ликвидирован. В результате в комнате огнем повреждена кровать, постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. В Гомельском районе недалеко от перегона Кореневка-Лисички произошло ЧП. Поезд сбил человека. На пути пассажирского состава Новоалексеевка-Минск оказался 40-летний житель поселка Юбилейный. Мужчина скончался на месте происшествия. Задержки в движении не произошло. Проверку проводит следственная оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» не смогла на выезде обыграть испанскую «Ракасу» в первом поединке четвертьфинала Кубка Вызова ЕГФ. Первый тайм получился равным. Лишь в самой концовке испанки сумели создать небольшой отрыв. На перерыв команды отправились при счете 12-10 в пользу «Ракасы». На старте второй половины игры гомельчанки сумели нивелировать свое отставание. На это им понадобилось чуть более 10 минут. А вот дальше у команды «Томожа Чаттер» начались проблемы. В оставшееся до финальной сирены время наши гонболистки смогли лишь дважды поразить хозяйские ворота. В свои же получили 8 голов. 24-18 в пользу «Ракасы». Отыграть отставание в 6 мячей Гомель попытается 9 марта. Второй матч четвертьфинального противостояния пройдет на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Начало 18.00. 6 марта команда «Томожа Чаттера» в рамках чемпионата Беларуси также на своем паркете сыграет с БНТУ-2. Этот поединок стартует также в 18.00. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» возглавила таблицу чемпионата страны в группе «БМ». Подопечные Сергея Цыганкова одержали три победы в первом туре второго этапа. Гомельчане сначала были сильнее БГК-2. 31-24. Затем переиграли «Скар Гуор» 40-28. А в заключительный день турнира вырвали победу в тяжелейшем поединке против молодежной сборной страны. 33-32. Второй тур чемпионата в группе «Б» пройдет с 22 по 24 марта в Минске. Футбольный клуб «Гомель» с победы начал серию спаррингов турецкого сбора. Со счетом 2-0 обыгран казахстанский «Акжаик». На протяжении всего поединка «Зелено-белые» владели игровым преимуществом, создавая множество моментов у ворот соперника. Трансформировать их в голы удалось только в самой концовке. На 80-й минуте Невалда головой переправил мяч в ворота казахстанской дружины. Вскоре Илья Гультяев замкнул на дальней штанге навес от углового флажка. 2-0 победа «Гомеля». Сегодня команда Алексея Меркулова играет с еще одним представителем Казахстана – клубом «Кызылжар». В «Гомеле» прошло первенство области. По боксу состязались юноши и девушки в возрасте 15 и 16 лет. Бои проходили на ринге областного центра Олимпийского резерва единоборств. На турнире разыграли медали в 13 весовых категориях у юношей и 7 у девушек. В числе соискателей наград было более сотни спортсменов. Конкуренция для регионального старта более чем серьезная. Да и накануне мало. Победители с 11 по 16 марта отправятся в Могилев на первенство страны в этой возрастной категории. Удачное выступление там даст возможность отправиться на первенство Европы. Кстати, у представителей нашего региона серьезные шансы на поездку на континентальный турнир. У нас неплохой этот возраст в Гомельской области. Я считаю, что у нас одна из самых сильных команд в республике по этому возрасту. Есть и финалисты, уже первенство Европы призеры, первенство Европы участники. Я думаю, что наше представительство в национальной команде по этому возрасту будет обширным. Первенство Гомельской области показало, что подготовка резерва на высоком уровне во многих регионах. На высшую ступень пьедестала почета турнира поднимали спортсмены из Гомеля, Лельчиц, Ветки, Мозыря, Жлобина и Речицы. В Минске прошло первенство Беларуси по шашкам 64 среди спортсменов 2011 года рождения и моложе. В состязаниях мальчиков у представителей Гомельской области две награды. Гомельчанин Никита Логутков показал второй результат. На третьем месте расположился еще один шашист из областного центра Феликс Боярский. Победил минчанин Алексей Павлюченко. В соревнованиях девочек на пьедестал почета поднялась Василина Кулагина из Речицы. У нее бронза. Победила здесь Нелли Куртова из Минска. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.